Слава Украине! Привет всем от Полонского! И вот знаете, ну хочешь не хочешь приходится возвращаться к унитазной теме потому что потому что она на России судя по всему очень больная и настолько тоже больная, а болезненная что просто дальше уже некуда. И так значит местный гауляйтер в Санкт-Петербурге по фамилии некто по фамилии Беглов озвучил новую цель спецоперации да, вот этой вот специальной военной операции, да. Никогда бы вы не догадались, какая у них теперь замечательная цель этой самой СВО, это значит борьба с гендерно-нейтральными туалетами в Украине. Оказывается они на нас напали не из-за как же его, господи, прости деноцификации и демилитаризации а потому что у нас где-то есть гендерно-нейтральные, господи, прости туалеты. Вот ну и я думаю, ну как же надо разобраться, думаю, в этой ситуации, потому что ерунда какая-то получается, у нас туалеты, значит, неправильные, из-за этого на нас напали, думаю, ну вот на Россиюшке там все правильно, там гендерно-правильные туалеты и тут, и тут, знаете, у них такая промашка, кстати, откуда у них такая жажда к унитазам? Вот оно оказывается, вот оно у него из-под, да, как-то оно так изнутри не шло, в том числе и от Беглова что вот все у нас неправильно да, так значит, начали разбираться с унитазной темой и тут оказалось вообще полное безобразие как нашли журналисты в храме Христа Спасителя на Москве да, да, это ж на Москве туалет, женский туалет оказался с писсуарами ну это просто, я бы сказал, в высшей степени безобразие, гендерно-нейтрально и вообще совершенно как говорится, ужасно и кошмарно. Да, в храме сатаны, который построил Путин с Гундяевым, это хранят там, молятся там вдвоем на фуражку Гитлера и на его китель, туалет кошмар, тоже гендерно-нейтральный один для всех как они такое придумали, честно у меня просто отороп берет кошмар какой-то, да вот, но ладно там гендерно-нейтральные туалеты у них туалеты теперь расположены в домах, прямо непосредственно на лестничной клетке вот я разместил на телеграм-канале видео, совершенно замечательно из Энгельса, откуда нас регулярно летят бомбить российские блохолеты Энгельс, это же военный аэродром Саратовская область, да и там видео, вот вы будете верить, верьте, не верьте не имеет значения просто, значит двухэтажный дом и лестничная клетка значит, посередине лестничной клетки туалет, то есть туда весь слив идет, да просто вот туда дальнейшего слива в этом доме не предусмотрено и вот они сильно возмущаются что в этом замечательно я вот только не знаю он гендерно-нейтральный или гадят в него одни мужики или одни бабы это мне неизвестно, да но уровень уровень жидкости ну я не знаю это жидкость или как это правильно назвать чтобы, значит никто не обиделся но уровень коричневой жидкости вот в этом вот гендерно-тральном значит туалете больше одного метра и там чуть не утонула местная пенсионерка просидев в гендерно-нейтральной жидкости на России в Энгельсе там город, да такой вот во-первых одно название чего стоит Энгельс кстати, Энгельс страшно не любил русских но это второй вопрос Маркс, кстати тоже их не любил вот ну бог с ним да она там просидела несколько часов пока ее оттуда чуть не утонула там эта пенсионерка значит пока ее оттуда сын еле вытянул да вот вот из-за этого всего благоухания и вот хочется спросить значит у расистов вот это вас не смущает да а где-то там в Украине они увидели гендерно-нейтральный туалет и напали из-за этого понимаете тут же вообще отдельная история и продолжение истории о туалетах почему они воровали унитазы оказывается но это требует проверки вот у меня на России сейчас поправьте но по-моему это правда так у вас и будет значит вам предстоят предстоят следующие перетрубации значит смотрите у вас вот все дома где нет унитазов вот кстати видите вот очень предусмотрительно воровали в буче унитазы там в изюме помните у ваших как драпали с унитазами в обнимку там бежали унитаз поперед него а еще один за спиной висит так вот все дома на России где нету внутренних встроенных туалетов будут судя по всему объявлены дачами а по значит шизофренической идее вашей госдурки которая им пришла в голову вот скажите мне кто им такую идею в голову подал не те ли с кем они так воюют вот подумайте да вот кто кто в материале тот в материале неважно вот значит ваша госдурка сейчас принимает будет принимать точнее закон не только о том что значит вот эти дома в которых нет внутреннего туалета объявят дачами да а в дачах запретят жить в летний в теплый сезон вот даты еще непонятно но в общем летом там будет жить нельзя только можно будет приехать значит хранить в них инвентарь в этих домах и посадить значит что-то там на шашлыки использовать например тоже можно будет а ночевать нельзя вас за это сильно оштрафуют еще и вот эту вот так сказать дачу отберут и никого не будет чесать что вы там прожили в этом вонючем свинарнике 30-40 или 50 лет но такое отношение госдурки к своим холопам да они же опять избрали Путина ну так говорится кушайте смотрите не обляпайтесь вот это то что сейчас у них ходит по госдурке и то что они хотят принимать так что вот я вам скажу самая последняя ваша проблема это то что в Украине где-то есть два с половиной гендерно-нейтральных туалет я их конечно попытаюсь найти но я не очень знаю где они находятся но может быть черт его знает вот вы тут за своими дачами так сказать следите без унитазными